Добрый день уже, подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mazda 6 2007 года выпуска двигатель 1.8 механика пробег на автомобиле 228 тысяч километров случилась такая неприятность на подрамнике с левой стороны заднее крепление под ногами водителя срезало болт со шпилькой пытались высверлить диаметр нарезать резьбу внутри чтобы не варить ничего подтянуть болтиком но не тут-то было нагрузка там большая и при трогании при каждом нажатии педали газа хлопок на полу идет хлоп-хлоп-бум-бум очень неприятно поэтому решили поднять опустить подрамник отрезать кусочек чтобы у нас можно было наварить часть болта резьбу поднимем подгоним по диаметру по высоте и приварим резьбовую часть да, это залепуха но другого варианта нет поднимаем поднял автомобиль вот здесь вот крепление здесь торчала шпилька и была гайка сейчас болт который пытались вкрутить и вот чтобы нам его сделать надо опустить подрамник обрезать немножко его повыше потому что его срезало заподлицо вот такая была шпилька с гайкой коррозия сделала свое дело там все закипело там все закипело было не смазано поэтому нам надо снимать и варить для этого снимаем пластиковый пыльник потому что подрамник он идет целиком откручиваем отведем в сторону здесь и уже там будем дальше по мере необходимости тоже откручивать снимаю с обоих сторон клипсы здесь три штуки здесь и одна штука на подкрылке но здесь она выскочила вырвана я потом ее сниму поставлю когда буду собирать откручиваем 4 саморезика снизу и снимаем подкрылок вот так вот он у нас выходит этого нам достаточно чтобы подобраться к этому креплению она открыта у нас также с другой стороны я его освободил вот здесь у нас на подрамнике идет крепление нижнего патрубка на радиаторное охлаждение болтик на 10 его тоже откручиваем вот он отошел кронштейн ну а дальше дальше уже дело техники откручиваем обе гайки на шаровой опоре вот эти нижние потому что шаровая опора у нас отойдет вместе с кронштейном так шаровая опора у нас да вместе с кронштейном отойдет откручиваем стойку стабилизатора вот здесь нижнюю часть и крепление стойки нижнюю часть стойка стабилизатора у нас на 14 шестигранник на 5 держим шток и КОНЕЦ КОНЕЦ Также откручиваем болты крепления рулевой рейки. Здесь одна и другая гайка на 14. Рулевая рейка прикручена сверху болтами на 17, а снизу гайки приварены. Опускаем и откручиваем сверху. Опустил автомобиль. Вот сверху подлазим. Ничего дополнительно снимать не надо. Вот он один болт. И сзади вот он второй болт. С этой стороны у нас один болт всего. Откручиваем рейку. Рейка у нас останется висеть на рулевом валу и на рулевых наконечниках. Откручиваем три болта и поднимаем автомобиль. Болты открутил. Доставать удобно магнитом. Не надо руками лезть. Упал вниз. Снял клеммы аккумулятора. Обе. Потому что электросваркой варить буду. Поднимаем. Откручиваем подушку двигателя. Нижнюю вот эту гитарку. И двигатель у нас останется висеть на подушке ГРМ и подушке коробки к лоджерону, который привязан. Поэтому подвешивать нам его не надо. Добавляем. Все. А это у нас останется на ней висеть. Двигатель. Все. У нас двигатель висит. Также вот здесь сзади я не показал. Я снял вот эту траверсу. Не знаю, насколько она мне будет мешать, но я ее снял. Четыре гайки открутил, убрал. Все. В данный момент у нас рейка рулевая. Вот она откручена. Здесь все откручено. Здесь все откручено. Висит только на двух центральных гайках на подрамнике. Спереди я гайки тоже открутил с трудом. Тоже боялся, что сверну им голову, но открутил. Здесь, как видно, все в коррозии. Теперь берем, кидаем сюда брусок посередине. И гидростойкой поджимаем подрамник и будем снимать. Откручиваю обе гайки с одной стороны и с другой стороны. И так же со второй стороны. Все, подрамник у нас только поджат и висит вот еще на кронштейнах шаровые опоры. Пробую опускать. Нет у нас еще спереди на подрамнике. Поджимаю обратно. Спереди на подрамнике. Вот прикручен кронштейн вперед уходит. Рамку держит четырьмя болтами. Головка М10 с двух сторон. С этой и с этой стороны тоже его откручиваем. Открутил я с обоих сторон. Они между собой соединены планкой. Одна и вторая. Болта не четыре, а три. Также вот здесь по лонжерону идет проводка. Тоже ее отцепил. Вот здесь сверху прикручена масса по правой стороне. Тоже ее надо снять обязательно. С двух сторон вот здесь вот крепится пыльник двумя клипсами. Спереди и сзади тоже клипсы эти снял. Ну и все вроде бы. Сейчас вроде бы все. Пробуем дальше снимать. Ув- Варquет ai, Выв- Выв- Сарая Вывner Вывmbre Вывница Выв婚 Выв Все, опустили подрамник. И теперь мы можем спокойно там делать наше дело. Вот так теперь примерно это все выглядит. А вот место, где у нас стучало. Вот оно, набито чисто. С этой стороны у нас нет ничего набитого. Сейчас фонарик возьму. Ничего не набито. А вот эта сторона, где оборвана, вот она набита. Вот она здесь и хлопала периодически. Вот они мохнатые шпильки. Сейчас эту зачищу. Коррозию уберу. Всю смажу ее. И остальные все шпильки также помажу. И вот она, которая оборванная шпилька. Тоже. Вот место набито, видно. Сейчас я ее немножко подрежу. И приварюсь. Сниму фаску. Зачистил. 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 Зачистил ее. Теперь подрежу маленько. Сейчас одену шлифовальный диск и сниму фаску здесь. Сделал такое вот чудо. Там было отверстие. Я здесь проточил на куске болта штифтик такой. И в это отверстие забил. Отцентровал. Сейчас я верну гайку, так, чтобы резьбу не попортить, когда буду варить. Снял фаску. И на шпильки. И на болту на этом, на резьбе. На резьбовой части. И аккуратненько сейчас прихвачу с двух сторон. И начну проваривать. Ну, как варить буду, уже показывать не буду. Потом обточу, покажу. Привариваю. Вот так вот понаварил. Три раза проваривал. Отстукивал, обтачивал и опять проваривал, чтобы раковин как можно меньше было, чтобы держало больше. И сам болт я поставил больше. Ну, все. Сейчас у нас все нормально. Теперь смазываем все шпильки и ставим подрамник на место. Здесь сейчас удобно. Шпильки я прокрашу целиком. И сверху, и снизу. Вот таким образом. Сейчас и с другой стороны, чтобы камеру не забрызгать. Все. Поставил на место. Но пока только наживил. Сзади еще не наживлял. Спереди и посередине. Теперь наживляем сзади и уже убираем гидроподпор. И наживляем рулевую рейку. Сейчас уже наживил. Теперь мы берем все крепления. Подвешиваю, соединяем и начинаем протягивать. В принципе, страшного ничего нет. Подрамник довольно-таки легко снимается. Начать было страшнее. Также устанавливаем на место болт на подушку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А подушка уже пошла, сдвинулась, сместилась вбок. Поэтому по-хорошему ее нужно менять. Болт открученный. Затягиваем. Также наживил с обоих сторон вот эти крепления. Скажем, усилитель бампера идет от подрамника через бампер весь по низу. И с другой стороны точно так же три точки крепления на подрамник. Если бы бампер снимал, его можно было бы не откручивать. Но так как бампер не снимал, я его открутил и оставил в бампере. Затягиваем с одной стороны и с другой. Наживил я здесь уголки, поставил гайку. Гайка подошла, жигулевская сабли с 10-й. И шайба внутренняя тоже с 10-й сабли с капроном. Ставим траверсу, которую поперечную я снимал. И затягиваем ее. Ну и подтягиваю эти треугольнички, а потом уже центровые подтянем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и главное, то что делал. Все, подтянулось нормально, боялся. Тянул, но боялся. Так, проверяем. Проверяем. Здесь затянул, здесь затянул. Траверсу затянул. Стойку затянул. Шаровую затянул. Стойку стабилизатора затянул. Здесь крепление подрамника сверху затянул. Спереди подрамник затянул. На подрамник крепление усилителя бампера затянул. Подушку затянул. С этой стороны тоже все затянул. Здесь проводку поставил. Спереди крепление патрубка установил. Ставлю на место подкрылки, закрываю. Опускаю автомобиль и затягиваю уже сверху крепление рулевой рейки. Три болта. Один болт вот с этой стороны и два болта со стороны рулевого вала. Затягивать удобнее сверху. Опускаю, затягиваю. Опустил автомобиль и уже сверху здесь подтягиваю все три болта. Карданчик. Для пневмопистолета с ним удобней. Затягиваю. Затягиваю. все рулевую рейку затянули снизу все за собрали устанавливаем на место колеса и на этом все шпильку подрамника я восстановил всего вам доброго